Губернатор Колымы Сергей Носов отчитался о результатах деятельности регионального правительства в 2019 году на заседании Магданской областной думы. Сергей Носов отметил, что в прошлом году на Колыме добыли исторический максимум золота. В прошлом году добыто 46,3 тонны золота, что является историческим максимумом за последние 40 лет. Серебра добыто 661 тонна. По сравнению с прошлым годом выросла и добыча угля до 419 тысяч тонн. При этом надо отметить, что за прошлый год наблюдалось снижение инвестиций на 30%, что объясняется завершением предыдущих годов двух проектов. Ведены в строй золотоизвлекательные фабрики на месторождениях Павлик и Наталка. Они уже дают отдачу, обеспечивая примерно 42% добычи золота в области. По прочим инвестициям рост составил 6,5% за 2019 год. Прогнозируем и дальнейший прирост индекса физического объема инвестиций в основной капитал на уровне 6% в год. Доходы жителей Магданской области выросли более чем на 5 тысяч рублей и теперь составляют 65 тысяч рублей на одного колымчанина. А это пятое место в стране. Средняя зарплата, по словам губернатора, выросла почти до 93 тысяч рублей. Инфляция по итогам года составила всего лишь 2,6%. Доходы на душу населения в 2019 году выросли на 9% и составили 65 тысяч 28 рублей. Реальные денежные доходы на 101,9%. Средняя зарплата выросла до 92 тысяч 939 рублей. Выросла на 8%. Численность населения Колымы на 1 января 2019 года – 141 тысячи человек. Рождаемость снизилась. В прошлом году на свет появилось на 100 детей меньше, чем в 2018. Показатели смертности выросли. Основные причины – болезни системы кровообращения и новообразования. В 2019 году умерло на 7 человек меньше, чем в предыдущем, в 2017. Но коэффициент общей смертности вырос на 1,8. В связи со снижением численности населения, прежде всего, показатели остаются ниже общероссийского на 6,9% и ниже, чем в ДФО. На территории области снизилась смертность от болезней системы кровообращения на 4,5% от туберкулеза в два раза. Структура основных причин общей смертности в области остается без изменений – болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины смерти. За прошлый год снизился уровень безработицы на 17%. На конец 2019 на учете в органах службы занятости состояли около 1100 человек. Тем не менее, дефицит медицинских кадров на Колыме есть. Не хватает хирургов, акушеров, офтальмологов и других специалистов. Поэтому активно ведут работу по целевому обучению. В течение шести лет ожидают трудоустройства 62 медиков.